На подмосковном картодроме «Маяк» состоялся 15-й этап СВС «Аймол Маяк Спринт Кафф», в котором принимают участие спортсмены старше 15 лет. Сезон длится круглый год, гонки проходят раз в две недели в любую погоду. В этот раз на старт вышли 42 спортсмена. Это чуть меньше, чем обычно, однако накал страстей на трассе от этого ничуть не пострадал. Напротив, разгоряченные жарой пилоты устроили в финальных заездах настоящие баталии. Причем иной раз, выходя за рамки допустимого на треке. И хотя судьям пришлось потратить немало сил и времени на разбор спорных ситуаций, в целом получилась отличная гонка, увлекательная для зрителей и азартная для участников. Борьба была довольно плотной, причем на все дистанции. Получилось так, что даже на финише мне приходилось бороться с другими участниками. Первой гонке лучшим стал Александр Хромов. Серебро досталось Дмитрию Макарову, а бронза Даниилу Пшиафидбинову. Вторая гонка закончилась победой Александра Корцова. Вторым стал Григорий Абрамян, а Дмитрию Макарову досталось третье место. Однако долго отдыхать пилотам не придется. Очень скоро на картодроме «Маяк» состоится следующий этап кубка. А в Татарстане на трассе Наиком Аренас состоялся очередной этап чемпионата по квадрокроссу. Соревнования проходили в пяти классах от 50 до 500 кубических сантиметров. Заезд в самом мощном, полуторалитровом классе сюрпризов не принес. Первым стал действующий чемпион России Иван Трясов. Единственным, кто попытался навязать ему борьбу, оказался москвич Олег Маргунов. В классе 200 лучшим в квалификации стал 11-летний Иван Крестов. Но первой в обеих гонках финишировала Яна Скворцова из Карелии. Не утихает борьба между Павлом Шальновым из Подмосковья и петербуржцем Саватием Смирновым в классе 200 спорт. В напряженной борьбе оба спортсмена получили одинаковое количество очков. Результат их противостояния станет известен на третьем этапе чемпионата. В классе 100 москвич Вадим Волосных пытался навязать борьбу Луке Ульянову из Карелии. Но оба раза сумел подняться лишь на вторую ступень пьедестала. И хотя Лука выиграл обе гонки, судьба титула в этом классе тоже будет решаться в сентябре. В этот раз класс 100 лайт из-за небольшого количества пилотов объединили с классом 50. В старшем классе лучшим оказался Ниша Федоров, а в младшем Степан Пискарев из Калуги. Следующий этап состоится в сентябре в городе Красное Поле.